Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Сэкономили деньги, но не время. Нижегородцы стоят в очередях, в больших очередях, для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги без лишних переплат. Об этом говорим сегодня. Также говорим о том, что тюбинг — это всегда неконтролируемый спуск. Как уберечь себя и своих детей? Ну и будем разбираться сегодня в вопросах образования. Все подробности в нашем эфире. День за днём. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Одна из них о том, что если раньше жители Нижегородской области могли оплатить за жилищно-коммунальные услуги без комиссий на почте или, например, в банке, то такой возможности теперь у них нет. И единственная возможность без комиссий оплатить — это единый расчётно-кассовый центр. Таковых считаны единицы. Именно поэтому накануне в Дзержинске и в Кстове появились очереди, большие очереди, в которых выстроились большое количество желающих оплатить за услуги без лишних переплат. Мы покажем, что происходит в этих самых единых центрах и, конечно, расскажем, что происходит. Ещё одна тема. Знаете, мы все очень долго ждали зимы. Мы очень долго ждали, пока появится устойчивый снежный покров. Любители покататься с горки тоже. Но, однако, уже несколько трагических случаев с начала 2020 года, в том числе и со смертями, как минимум два летальных исхода, насколько я помню, когда люди катаются с горки на вот тех самых ватрушках, ну или, как ещё называют их, тюбинги. Всё вроде здорово и едешь быстро, но когда конечный пункт твоего маршрута на дороге и где на ребёнка может наехать машина, вот здесь возникают всевозможные опасения. И даже сейчас, в последней неделе, звучат призывы запретить продажу ватрушек и тюбингов. Вплоть до такого уже дошли. Вот всё-таки как правильно кататься на ватрушке с горки и как не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, вот такого об этом мы обязательно вам расскажем сегодня в прямом эфире программы «День за днём». Да, на календаре ещё только февраль, но те, кто заканчивают девятый класс в этом учебном году, уже начинают задумываться, продолжить образование в школе, дальше думать о поступлении в высшее учебное заведение или уже целенаправленно отправиться за получением профессионального образования и понимать, куда ты будешь трудоустроен дальше. Вот такой выбор стоит перед девятиклассниками. Сегодня мы попытаемся их сориентировать в нужном направлении, где пойти и куда пойти учиться. Всегда тебя спрашивала, Оксана, спрашиваю ещё раз, когда вот в твоём жизненном перепуте стал вопрос, какое образование выбирать тебе, куда идти дальше, ты как вот, исходя из чего выбирала своё будущее направление какое-то? На самом деле это было давно и неправда, выбирала соответственный интерес, мои родители, конечно, тоже помогали. Помогли, выбрала правильно и сейчас работаю по специальности. Но, знаешь ли, я хотела рассказать другую историю. На самом деле многие стремятся сейчас за высшим образованием, а некоторые делают очень правильный выбор. Одни наши с тобой общие знакомые, но ты, наверное, не знаешь эту историю, сын которых в прошлом году заканчивал девятый класс, тоже стояли перед выбором, то ли пойти дальше, продолжать учёбу в школе, сдавать ЕГЭ и поступать куда-то в институт, или, как правильно сделал ребёнок, и сейчас нисколько об этом не жалеет, поступить в соответственное училище тем направлением, в тот колледж, который ему интересен, и получать образование, и получать уже конкретную специальность. Вот он уже отучился полгода, год практически, и понимает, что сделал это абсолютно не зря. Да, и в связи с этим наш сегодняшний вопрос к вам звучит тоже глобально. Вот как вы считаете, да, вот по состоянию на сегодняшний день, в этой конкретной точке времени своей жизни, какое образование для будущего, успешного будущего, успешной карьеры, я не знаю, полезнее? Предлагаем вам три варианта на выбор в нашем опросе в группе ВКонтакте. Вариант первый, высшее образование, оно всегда котировалось и будет котироваться, потому что если у тебя есть корочки о том, что ты закончил институт, университет, академию, как ни называйте, то это залог успешного будущего. Вариант второй, для тех, кто, может быть, идёт в тренде с... С современной молодёжью. С современной молодёжью, во-первых, и с призывами правительства. Вот среднее, какое-то профессиональное, да, например, образование, это самое то. Зачем учиться в вышке? Какой-то имеет смысл, да и не всегда заглядывает сейчас в корочки, смотрит, какое там образование. Главное, что ты умеешь, главное, что вот твои руки конкретно могут произвести. Если вы считаете вот именно это определяющим, тогда для вас второй вариант в нашем опросе. И вариант третий, самое важное, это самообразование. Неважно, какие ты корочки получил, получил ли ты их вообще. Самое главное, какими компетенциями, какими знаниями и возможностями ты владеешь на данный момент. Именно это ценит работодатель. И первая жалоба, которая поступила к нам и которую мы хотели бы вам рассказать, касается она того, что происходит около гимназии номер 53. Благодарим коммунальщиков, благодарим, наверное, в данном случае нужно писать в кавычках, что снег и лёд с дороги сбрасывают к забору 53-й гимназии. Видимо, очень старались, потому что повредили частично забор и даже замуровали чью-то машину. Но вот, знаешь, Илья, я смотрю на картинки, понимаю, что снег далеко не пушистый, и та машина, которая оказалась сейчас под глыбами льда, наверняка пострадала. Я так полагаю, это советский район, значит, ситуация в скором времени найдёт своё разрешение, потому что я, как житель советского района, состою в неком большом чате, который с подрядчиками, которые занимаются уборкой снега, местные власти создали. Так вот там 150 сообщений в минуту, люди присылают фотографии, где нужно приехать убрать, подрядчик отвечает, в общем, там абсолютно удивительные какие-то разговоры. Я думаю, что эта информация обязательно попадёт туда и найдёт своё решение. Ну, хорошо, давай дальше тогда продолжим курсировать по советскому району. Хорошо. И то, что происходит на проспекте Гагарина, дом 3, это около площади Лядова, и это практически центр города. И знаешь, что удивительно, и о чём пишут наши телезрители? То, что здесь круглосуточно отпускают любой алкоголь через форточку магазина, и подросткам в том числе. Круглосуточно, то есть в любое время суток. Полиция, как пишет наш телезритель, проезжает мимо и вообще не реагирует. Опять же, это вот то, о чём пишет наш телезритель. Я вообще добавлю, что там участковый не так далеко находится с этой территорией, поэтому странно, конечно, что такое происходит на глазах у правоохранительных органов. Мы думаем, что после публикации в нашем эфире эта информация будет сделана, какие-то определённые выводы, и эта точка так или иначе закроется. Ну, что есть, то есть. Присылайте нам свои какие-то наблюдения, и на редакционную почту, и в официальное сообщество ВКонтакте будем показывать, искать решения вместе с вами по возможности. И ещё одна тема, и, соответственно, видео дня, которое мы хотели бы затронуть в нашем эфире, то, о чём мы говорили вначале, то, что в Кстове и в Дзержинске накануне выстроились огромные очереди. Желающие заплатить за коммунальные услуги без лишних процентов, без лишних платежей, начали понимать, что на почте России и в банке просто так, без процентов, оплатить уже нельзя. Поэтому есть только единый расчётно-кассовый центр, ЕРКЦ так называемый, куда можно обратиться без оплаты дополнительных процентов. Естественно, все пошли туда. Если ни в банке, ни на почту, то, конечно, вот в этот единый расчётно-кассовый центр. Давайте посмотрим, какие очереди выстроились, и дальше вместе обсудим. Зигзаг. Да, эту вот отправлять. Вот такая ситуация наблюдала Дзержинске накануне. И мы, кстати, благодарим коррект из Дзержинского телевидения за предоставленные кадры. В КСТОВе, как говорят очевидцы, было вот всё то же самое. Неприятно, конечно, что-то у нас происходит странное с оплатой жилищно-коммунальных услуг. И если молодое поколение может воспользоваться мобильным банком и через приложение оплатить без лишних процентов, то старшее поколение, ну, в силу возраста, просто не может до конца разобраться во всех этих платёжных системах. Дети, внуки, помогите своим родителям разобраться и сделать так, чтобы им было проще, удобнее и комфортно. Сейчас тема, которая возникла относительно недавно, как мне кажется, в информационном пространстве. У нас не было снега, у нас этой темы не было просто в Нижегородской области. Как минимум, как и во многих других соседних областях, появился снег, появились первые желающие прокатиться с горки. Если раньше в советское время это были, не знаю, там, санки, в моём детстве были картонки. Санки и ледянки и картонки, которые не разгонялись до бешеных скоростей, как и нынешние ватрушки и тюбинги. Санками и ледянками можно было как-то управлять, затормозить ногами, повернуть в нужную сторону. Тюбинг летит с такой скоростью, что остановить его нельзя. Такая надувная ватрушка, надо сказать. Трагедия случилась и в минувшие выходные. Давайте посмотрим сюжет о том, что происходило в городецком районе. Жуткая трагедия произошла здесь, в городце, на улице Орженикидзе, в минувшее воскресенье. 14-летний Толя, катаясь на ватрушке, вылетел прямо на проезжую часть. Последнее, что он увидел, это несущуюся на него иномарку. Толя катался вместе с другими ребятами во враге. Экстремально крутой спуск вёл прямо на проезжую часть. Почему-то это никого не останавливало. Мальчики пришли повзрослее. Вот, кстати говоря, им тоже говорят, нельзя с этой горы. Говорю, увидите, что на дорогу улетите. Нет, нет, мы не будем. И потом мы ушли. Не знаю, мы вот если катаемся, видели, где он туда во враг, вот стоишь там, чтобы, не дай бог, не улетели. Вот там ещё катаемся, там пологая гора. А там, не знаю, ну вот дети стоят, ну как они. Очередной спуск стал роковым. Мальчик на ватрушке попал под Хонду, двигавшуюся по дороге. Водитель иномарки вызвал экстренные службы и остался дожидаться их приезда. Врачи не смогли спасти жизнь ребёнка. Мальчик погиб на месте. Они зачем здесь вообще катаются? Ну так, от избытка ума. Вон здесь заграждение сделали временное. На следующий день после трагедии трактор насыпал ограждение из снега и льда у подножия опасной горки. Правда, и с такой мерой предосторожности спуск выглядит весьма рискованным. Дети гуляют там с ледянками, санками и ватрушками. Только некоторые из них под присмотром. А остальные предоставлены сами себе и самостоятельно осваивают смертельно опасные горки. Сейчас дорога перекрыта, а здесь работает трактор. Он убирает кучу, которая была насыпана здесь только с утра. Делается это потому, что буквально через несколько минут полиции и следователи начнут проводить здесь следственный эксперимент, чтобы выяснить, как же всё произошло. По предварительной информации, за рулём Хонды, которая переехала ребёнка, находился 25-летний водитель со стажем в вождении в 7 лет. Отмечается, что он был трезвый. Пользователи соцсетей и очевидцы утверждают, что у водителя просто не было шансов среагировать на внезапно появившегося на дороге ребёнка. Так или иначе, сейчас возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Ну и, конечно, эту ситуацию обратили внимание и в госавтоинспекции. С нами на прямой телефонной связи заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения областной госавтоинспекции Дмитрий Маскевич. Дмитрий, приветствуем вас в прямом эфире ННТВ. Здравствуйте. Дмитрий, ну вот, конечно, вопросов много, но первый возник буквально за несколько секунд до нашего с вами разговора. Вот человек на тюбинге, на ватрушке, с точки зрения правил дорожного движения, он кто? Он пешеход, он участник движения или нет? Интересно. Ну, он, конечно, участник дорожного движения, и мы трактуем как движение пешеходов. Пешеход не должен появляться на проезжей части, только если не переходит её, соответственно, дорогу. Поэтому здесь находиться просто так на проезжей части, выезжать на неё, тем более на тюбинге, там выскакивать, бегать по дороге запрещено. Дмитрий, понимаем, что в городе с этой ситуацией чуть проще, потому что нет возможности где-то с горы выехать на проезжую часть. Есть, конечно, в меньшей степени, нежели в области. Вот как предостеречье, что нужно сказать и родителям, и детям, чтобы избежать подобной катастрофы, подобной ситуации? На самом деле, действительно, мы хотели бы к родителям в первую очередь обратиться. У нас уже два случая в этом году, когда на тюбинге выезжают на проезжую часть, и дети получают травмы. И в обоих случаях они находились с родителями. То есть родители видят, что горка опасная, что кончается проезжей частью, что ездят автомобили, и при этом не позаботились о безопасности своего ребёнка. Это, конечно, нас очень тревожит, потому что родитель в первую очередь должен проконтролировать, где катается ребёнок, подсказать ему, как это сделать безопасно, чтобы не было таких случаев. А здесь получается, что родители способствуют совершению такому ДТП. Но вот если с родителями, конечно, ситуация удивительная, сложная, и в который раз мы говорим о том, чтобы соблюдали неосторожность, водителям-то что делать? Вот даже недавний случай, о котором информация только что была в нашем мире. Ну, ехал себе человек и ехал. Понятно, что в семье ребёнка трагедия, не вернуть ребёнка. Но вот накануне, Дмитрий, я слышала от водителей, ну, просто тоже от других участников дорожного движения, и им тоже страшно. А что делать водителям, когда возникает такая ситуация? Понятно, что в последнюю минуту не оттормозишься, и полуторатонную автомобиль тоже просто так не остановишь. Конечно, в каждом случае ДТП таких разбирается индивидуально. И, естественно, в любом случае вопрос к водителю возникает, потому что он управляет источником повышенной опасности. И он, конечно, должен на дороге предугадывать в какой-то даже степени всей ДТП. Но понятно, что это очень сложно сделать, когда выскакивает неожиданно на большой скорости на тюбинге человек. Ну, в принципе, очень сложно это предугадать. Но в любом случае в конкретном деле будут задаваться определённые вопросы. Там, с какой скоростью ехали, там, видели, не видели. То есть, может, человек видел, просто не счёл нужным даже притормозить и остановиться. То есть, совершенно разные случаи, всё зависит от того конкретного случая. Но водителям, конечно, мы всегда советуем, особенно, когда около дороги дети что-то играют, катаются. В любой момент может выскочить ребёнок на дорогу, в любой момент поехать может, ещё что-то. Поэтому, видите, притормозите, будьте внимательными и будьте готовы к любым его действиям. Чуть помедленнее, да? К сожалению, другого предложить мы не можем, потому что все случаи, к сожалению, их правила дорожного движения не опишешь. Но в любом случае надо быть внимательными, не отвлекаться. Ну, в любом ситуации водителям нельзя отвлекаться, да? Но когда они уже увидят, что кто-то находится около проезжей части, дети особенно, нужно быть внимательными вдвойне. Дмитрий, ещё один вопрос, Илья, извини, у меня есть. А можно ли как-то глав районов привлечь к ответственности, когда они не следят за тем, что появляются такие вот произвольные горки, которые заканчиваются проезжей частью? Вы понимаете, если бы эта горка была построена, допустим, да, как у нас бывает, такой родители строят около дома горку, которая выходит на проезжую часть. Мы, причём, такие проводим рейды специальные, операции, выявляем такие горки и муниципалитет информацию передаёт, чтобы они выбирали на самом деле. Но когда, допустим, тоже городце 5 километров склона, то, конечно, ну, реально перекрыть всё невозможно. Не получится, да. Да, при этом я знаю, что ГИБДД городца неоднократно обращался в муниципалы, и они посыпали там пылью, засыпали эти горки. Чтобы не скользила она, да. Чтобы не скользила, да, чтобы не было, даже не притягивала она к себе, ни детей, ни взрослых. Но снега не было в этом году, да, вот снег выпал, только установилось, вот, к сожалению, произошёл такой случай, не успели, так скажем, предупредить, наверное, в этот момент. И то это не всегда понятно, он может на любом месте склонен поехать, если хочется ему, там поедет, в полевее, правее. То есть всегда есть вероятность того, чтобы он выйдет на проезжую часть. Если ему родители не внушили ребёнку то, что это нельзя делать, да, и не проследили, где он находится. Спасибо большое. Благодарим. Дмитрий Мацкевич, с нами был на прямой телефонной связи. Ну, вот... Вот, знаешь, я наблюдаю за современными детьми, я понимаю, что у них страх автомобиля сейчас как-то потерян, потому что автомобилей много. А у родителей у них тоже нет страха никакого. Вот в нашем детстве автомобилей было мало, мы боялись, каждый автомобиль там мимо проезжает, а, за километр уже стоим, останавливаемся и пропускаем автомобиль. Сейчас дети не боятся ничего. И, конечно, большая роль в этом и большая ответственность именно у родителей. Объяснить, популярно объяснить, чем может закончиться такое катание. Хотя, видимо, не все до конца понимают, даже на фоне произошедшей трагедии в выходные. Это точно. Кстати, остаётся сказать водителям только что. Друзья, то есть, если вы тут каждый день ездите из дома на работу, примерно представляете, как ваш маршрут и где он пролегает, наверное, вы можете видеть, где катаются какие-то люди с гор. Но, наверное, здесь лучше в лишний раз сбросить скорость. Вот, например, ты говорил, что в городе таких мест нет. А вот ничего подобного, свежие кадры абсолютно, которые в социальных сетях появились буквально сегодня утром, это центр Нижнего Новгорода, улица Ковалехинская. Знакомое место для многих. Вот, пожалуйста... Смотрите, чем заканчивается горка. Она заканчивается практически проезжей части. Это потому что дети не на тюбинге, понимаешь? Потому что дети всего лишь на простой картонке. А если какой-то ребёнок придёт домой из школы, возьмёт ватрушку и поедет с такой горки, то закончится, может, всё печально. Я вижу только единственный выход здесь. Но для неравнодушных граждан, кто, если проходит мимо, видит такое, ну, наверное, есть смысл сказать как минимум детям. Если здесь рядом родители, то поговорить с ними, попытаться. Я понимаю, сейчас это очень сложно, потому что, обращаясь с какими-то нравоучениями к людям, можно в ответ много всего интересного услышать. Но вот в этой ситуации пока никакого другого решения не предвидится. Но я думаю, что госавтоинспекция с районными властями примут соответствующие какие-то меры. После публикации этих кадров и в соцсетях, и в средствах массовой информации, что-то, вероятно, изменится. Хотя вот популярное место, насколько я помню, и в прошлом году тоже там катались люди. Но как-то вот не было такого. Но что же делать? Совсем, что ли, отказаться от ватрушек и тюбингов? Есть и профессиональные территории, где профессионально сделаны склоны, где можно покататься в свое удовольствие, но и там нужно действовать грамотно. Давайте посмотрим видео, которое нам подскажет, как кататься на тюбинге правильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Потому что таких правил не было у тебя перед глазами. Даже во взрослом состоянии нужно осознавать и скорость движения этой ватрушки, и под каким углом ты улетишь. В общем, столько нюансов, что делаете всегда все профессионально, грамотно и на тех территориях, которые под это приспособлены. Тем более ситуация развивается так, что, например, в соседней с нами Удмуртии вообще на законодательном уровне предлагают запретить продажу вот таких тюбингов ватрушек в магазинах. То есть вот до такого доходит на обсуждение этой темы. 434-3477, телефон прямого эфира. Нам поступают разные реплики от телезрителей. Петр Андреевич позвонил. Автозавод жалует станции Петряевка, не ходят в муниципальные автобусы. На самом деле удивлен. 58-й автобус недавно вернули в Нижний Новгород. Исторически он всегда ходил до Петряевки. Почему вдруг он туда сейчас не ходит? Не знаю, это в департаменте транспорта, пускай на этот счет думает. Садоводы ходят по проезжей части по щебенке. Можно сколько угодно иронизировать о садоводах в феврале. Все-таки дачный сезон уже не так далеко, как кажется. И, наверное, стоит задуматься о безопасности сейчас. Совсем не за горами. Но такое обращение еще следовало бы направить в департамент транспорта. Не поленитесь, позвоните. Работает горячая линия. И выскажите свои пожелания. Насколько я понимаю, мнение каждого нижегородца учитывается. И именно с ним разрабатывается транспортная схема города. Ну, а мы возвращаемся ко второй части нашей программы. И сегодня говорим о том, что второй полугодие учебного года уже скоро закончится. И те, кто заканчивает девятый класс, уже начинают задумываться. Они стоят перед выбором, перед такой вилкой. Что делать? Продолжить учение, обучение дальше в школе, 10-11 класс, а потом, быть может, институт, университет, академия? Или все-таки закончить 9 классов, поступить в профильное училище и получить уже специальное образование? Мне кажется, последние лет 10 мы только и слышим, и мы с тобой, и все наши телезрители наверняка, что стране не нужны юристов, не нужны экономистов, в стране нужны рабочие руки. Люди, которые обладают реальными специальностями, реальными навыками. Этому, конечно, не всегда высшее образование может снабдить людей, которые реально работают руками. Но на самом деле те, кто являются высококлассными специалистами в сварочном деле, в слесарном деле, если посмотреть, то у них уровень зарплаты, я тебя уверяю, в несколько раз выше, чем у нас с тобой. В конце концов, найти хорошую сантехника тоже ведь бывают очень часто серьезные проблемы. И вот тут, наверное, стоит задуматься. Может быть, нужно выстраивать свой образовательный маршрут таким образом. Давайте продолжим тему с нашим гостем. Мы приглашаем в нашу студию заместителя директора по учебно-производственной работе Нижегородского индустриального колледжа Александра Неникишина. Александр Евгеньевич, добрый день, рада вас видеть. Мы без устали уже за последние несколько лет говорим, друзья, не только вышкой все ограничивается, есть и другие возможности. Вы на своей площадке чувствуете увеличение интереса абитуриентов, увеличение интереса вчерашних школьников к тому, что предлагает Нижегородский индустриальный колледж? Увеличение интереса на самом деле растет по профессиональному образованию, как со стороны государства чувствуется и поддержка. И на текущем периоде наши школьники очень огромный интерес испытывают к нашему профессиональному образованию. Набор на профессиональное образование составляет более 1400 человек. Почти полторы тысячи. Да, у нас ежегодно учатся 1500 студентов. Это большой довольно объем. А выпускается из нашего учебного заведения ежегодно более 320 человек. То есть у вас такой большой отсев-то на самом деле, да, наверное, получается? Каждый год мы выпускаем 320 человек. Нормально, то есть большое количество профессионалов. Да, все наши студенты, они востребованы на наших предприятиях города. По предприятиям города мы работаем очень плотно. На базе Нижегородского индустриального колледжа существует партнерский совет, в рамках которого мы приглашаем всех работодателей. Они нам диктуют условия, потребности свои. Да, и мы с учетом их потребностей набираем наших студентов. Но придите в какой-то пример. Я не знаю, какое-то предприятие условно, можно даже не называть его назвать. Нет, например. Горьковский автозавод. Традиционным нашим предприятием является Горьковский автомобильный завод, на котором мы устраиваем наших студентов. Они имеют там хорошую зарплату. Они получают там соответствующую квалификацию. На наших площадках получают квалификации и идут. Слушайте, ну это круто. Я вспоминаю просто, допустим, свой гуманитарный факультет в университете в Нижегородском. Вот с четвертого курса начинались стоны. Да куда мы пойдем? Да мы же ничего не умеем, кроме теоретических знаний у нас нет ничего. Ничего не можем. Да я, значит, буду там в ресторане быстрого питания. То есть у вас вот такой истории нет. В принципе, каждый человек, который уже обучается в индустриальном колледже, уже понимает, кем он будет спустя как-то. Конечно, конечно. Наши студенты, они проходят практики на лучших предприятиях города. В наших учебных мастерских. Наши учебные мастерские оснащены лучшей материально-технической базой, которую мы с каждым годом усовершенствуем. В рамках также работы с предприятием мы запрашиваем с предприятием, что нужно, какими методами и навыками должен обладать наш студент, выпускник. И в соответствии с такой плотной работой с предприятием мы выпускаем лучших наших студентов, и они идут на предприятия города и показывают там отличные результаты. И они не просто приходят с корочками, а действительно с таким профильным образованием и с пониманием, что вот он пришел на производство, и он понимает, что он будет делать уже завтра. Знаете что, Александр Евгеньевич, мы нашли сюжет, который был о Нижегородском индустриальном колледже 5 лет назад. Мы посмотрели и даже восхитились теми результатами, которые были 5 лет назад. Вот, да. Давайте посмотрим сейчас вместе сюжет. А вы скажете, что за 5 лет изменилось на вашей образовательной площадке. Хорошо? Смотрим. Максим Сырчин знает себе цену. В отличие от большинства одноклассников, грезящих и работе в красивом офисе, выбирает специальности отделочника. Считает, что в жизни больше пригодится умение красить стены жидкими обоями, чем заносить цифры в Excel. Я как бы делаю это минут 5. Не так же трудно. Я сам планирую, у меня там друг учится, в Нике. Вот сам планирую после 9 класса пойти туда. Планирую дом свой делать сам, как бы без рабочих, там может вот с Вовой, потому что он уже к этому времени закончит. Поможет, чем сможет. Мастер-классы для 9-классников студенты и преподаватели индустриального колледжа дают ежегодно. Уникальная возможность попробовать себя в роли настоящего профи. Мастера сухого строительства, монтажника радиоэлектронной аппаратуры. У стола этой девушки с паяльником выстраиваются очереди. Студентка второго курса за 5 минут соберет вам электрическую схему. Тонкая работа вовсе не для каждого. Это женская профессия наоборот. Больше женская, потому что на заводах паяют именно женщины. Среднеспециальное образование сегодня крайне востребовано на рынке. Колледжи укомплектованы современным оборудованием. То есть студент обучается на тех же машинах, которые стоят на заводах. Причем к оборудованию ее допускают только после компьютерных тренажеров. Это электросварочный тренажер. На нем студенты отрабатывают первоначальные навыки сварки. Угол наклона электрода, длину дуги и скорость ведения сварки. Весь процесс выводится на мониторы. И машина тут же выставляет оценки. Попробуем. Бездышный компьютер поставил мне двойку. Что его моя золотая медаль, диплом музыкальной школы и филфака. Но преподаватели уверяют, три года обучения на таких машинах можно и с корреспондента сделать сварщика. На работу студенты выходят по максимуму подготовленными специалистами. Бездышным студентам закреплено предприятие. То есть наши выпускники не идут просто как бы вольными на рынок труда. Они уже идут со знанием сделать, что у них есть рабочее место. Это говорит о том, что действительно, если вот с высшим образованием человек еще не сразу сможет найти, то со средним образованием человек действительно приходит уже, идет на предприятие, и самое главное, там платят достойную зарплату. Это становится модно. Мы как раз приходим в то состояние, когда во всем мире принято, что если человек участвует в реальном производстве, он очень уважаемый и достойный человек. Сегодня здесь все говорит о том, что хватит плодить офисный планктон. В цене руки, причем среднее специальное образование не исключает творчество. Как раз напротив, индустриальный колледж готовит, к примеру, модельеров-конструкторов. Это работы студентов, а кажется, что профессиональных модельеров. Здесь учат не просто шить, а создавать уникальные вещи. За этим столом показывают, как расписывать ткани. Очень удобно, когда выпачкана одежда или старая какая-то вещь. У нас девчонки пришли, посадили капельку на джинсах, а мы эту капельку превратили в розу. Или превратили там, из кармана у нас выпала незабудка, например. Родители недоумевают, где дочка купила новые джинсы, а это оказывается старые. Или на сумках цветок какой-то посадят, или котенка нарисуют. На джинсовых куртках, на ветровках, все что угодно мы можем расписать. Но на подобные заманиловки поддаются далеко не всем. В университет. Так решила просто с самого начала, что пойду в институт. Я пойду на провадницу, я уже не осторожна. Если что, сюда пойти, если куда-то там не получится. Просто чтобы для общего развития. Может и нам пригодится тоже. Может и пригодится. Хотя на рабочие специальности стоит поступать не по остаточному принципу. Просто решить, что важнее в жизни. В общем, это родителям на заметку. Ну вот, настолько богат архив ННТВ, что вот мы смогли отмотать практически на 5 лет назад. И посмотреть, что тогда было в Нижегородском индустриальном колледже. Удалось сберечь и сохранить вот то, что было. Те специальности, которые мы показали, может быть, приобрести что-то еще новое. Удалось сберечь и сохранить и приумножить. Такое же направление, допустим, взять направление кэши, конструирование и моделирование швейных изделий. Мы по нему имеем огромный результат. Мы активно участвуем в движении WorldSkills. У нас студентка Кручинкина Полина. Она заняла первое место в международных соревнованиях, в первых международных соревнованиях, проходимых в Узбекистане. То есть материально-техническую базу мы также укрепляем. Мы покупаем соответствующее оборудование. Это машинки, которые используются уже с программным управлением. То есть это не по учебнику, не в теории? Я сразу представляю, вот эти машинки Подольск, вот эти с диском, которые люди мучаются, там что-то пытаются. Уже все это в прошлом. Да, во всех направлениях мы имеем отличные результаты. Наши студенты преуспевают во всем. В движениях WorldSkills мы являемся как бы локомотивом. Движение WorldSkills зарождалось на нашей площадке, на площадке Нижегородского индустриального колледжа. И мы, ну как бы зарождалось в рамках Нижегородской области, конечно. Но вы, в общем-то, как это захватили всю эту историю. Да, мы это двигали активно, у нас очень продвигалось это. И наши студенты имеют хорошие результаты. Все призовые места по почти всем направлениям, которые вы показали, мы имеем призовые места. Вот про направления, про специальности давайте еще раз немного подробнее. Давайте на сайт посмотрим, во-первых, как выглядит сайт Нижегородского индустриального колледжа. Я была приятно удивлена, потому что там такой большой рубрикатор, по которому можно ходить, бродить, изучать, что интересного. Очень много всяких нюансов, моментов и для абитуриентов, и для родителей, и для тех, кто хочет продолжить обучение. И новостные рубрики. Вот насколько важно в современном мире для того, чтобы на сайте было все понятно, доступно, логично. Если там все, или все равно придется звонить опять, как это говорят, в регистратуру и задавать вопросы. Многие бабушки наши, они, как правило, звонят, потому что интересуются нашими внуками, ну, конечно, студентами нашими, да, они звонят. Много обращений поступает, и как с сайта в письменном виде, задаются вопросы, сроки обучения, графики обучения всевозможные, где проходим практики. Ну, много вопросов, мы на все стараемся ответить. Что самое удивительное, на сайте, да, если чуть ниже потом пролистнуть, если вдруг зайдете, да, там, после нашей программы, там есть некие истории успеха выпускников, которые обучились в Нижегородском индустриальном колледже, и как они дальше нашли себя в жизни. Здесь много всевозможных историй, вот мне попалось на глаза, сейчас я вот попытаюсь вернуть ее на свой планшет. Да, вот человек в 2014 году закончил, получил диплом по профессии мастера сухого строительства. В настоящее время работает заместителем директора в одной из компаний. Ну, вот, пожалуйста, если вы хотите какие-то реальные примеры посмотреть, заходите на сайт Нижегородского индустриального колледжа nick.nn.ru, и вот это вот все вы увидите в своих компьютерах. Вот ты интересовался по поводу специальностей, профессий. Да, да. Раздел есть, и все специальности расписаны, и сколько бюджетных мест, и вот срок обучения, количество групп, сколько всего специальностей, Александр Евгеньевич, сейчас есть? Девять специальностей, и девять мы имеем направление квалифицированных рабочих служащих, подготовка. Это профессии, профессии, которые мы даем. Ну, некоторые из них это технологии машиностроения, конструирование, моделирование швейных изделий, сварочное производство, много-много на самом деле. Вот если сухие смеси, там все вот эти, да, какие-то сварочное производство, понятно? Мастер отделочных и строительных работ. Да, вот туризм удивительно, меня вот это удивило. Да, направление туризм у нас, оно такое... Достаточно молодое? Молодое. Оно имеет тоже огромные успехи. Ребята наши очень поступают охотно на это направление. Мы имеем большое количество заявлений при поступлении на это направление. Все студенты, которые поступают на специальность туризм, они проходят практики на наших ведущих предприятиях, ну, предприятиях-партнерах, которые с туризмом у нас непосредственно связаны. С тем самым, что в нашей Нижегородской области сейчас реализуется программа туризма, повышения вот этого туризма в нашем регионе. Это кто? Это гиды, экскурсоводы? Это, я не знаю, организаторы каких-то туристических поездок? И организаторы, и гиды, и экскурсоводы. Все в одном. У вас нет границ в этом плане каких-то? Да, нет. Вот знаете, что мне не хватило, Александр Евгеньевич, полного понимания по поводу рейтинговости. Сколько человек претендует на одно место? У вас же наверняка есть внутренняя информация, какие специальности более популярны. Вот на что чаще всего приходят подавать документы вчерашние абитуриенты? Это туризм также популярное направление, это автомобилестроение, ну, скажем так, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сварочное производство, сварщики, они у нас имеют очень огромную популярность и доходят спрос до 30 человек на одно место. Вот это да. Но, наверное, и уровень зарплат, да, мы тут плавно одно из другого перетекать. Потому что как вот люди нас сейчас смотрят, я уверен, в большинстве, особенно, наверное, там, мамы, бабушки, абитуриентов. Ну, скажите, где получать он будет больше всего, когда закончат обучение у вас? Уровень зарплаты на каких специальностях, на каких позициях выше? Ну, конечно, машиностроение, уровень зарплаты, оно всегда будет выше, поскольку умения и навыки, которые наши студенты получают... Автосборщик какой-нибудь, да? Да, ну, предприятия группы ГАЗ, они активно участвуют на стартовых позициях наших студентов, они дают им дополнительное материальное стимулирование, и наши студенты, уходя на предприятие, как бы получают некую такую базовую зарплату с поддержкой предприятия, и через год, когда они начинают зарабатывать успехи на предприятии, их увидят, они, как бы, получают хорошие вознаграждения денежные. Есть вопрос от телезрителя, напоминаю, что можно в группе ВКонтакте еще задать. Вопрос по трансляции. Есть следующее сообщение. Есть ли какие-то стипендии во время обучения в Нижегородском индустриальном колледже? Спасибо. Они у нас существуют. Существует 529 рублей у нас стипендия ежемесячная. Плюсом к этому мы можем платить стипендии повышенного уровня студентам, которые добиваются отличных результатов. Да, а тут интереснее, уже сразу становится. Это у нас увеличивается почти до 700 рублей. И студенты наши получают еще дополнительные стипендии, материальные выплаты за активное участие в жизни колледжа. Это за участие в различных кружках, за активизм, скажем так, за активизм. То есть у вас не только учеба, но еще и творческие спортивные мероприятия, как и у любой студенческой молодежи, идут бок о бок. Да, 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 конечно же. У нас есть такой кружок, как юная армия. Мы очень активно его реализуем. Наши студенты на 9 мая идут в числе первых в колонии. Когда мы... Бессмертный полк вот это, да, имеется в виду? Бессмертный полк, да, проходим. А также мы активно участвуем в волонтерских движениях. Сейчас наши студенты разрабатывают программу волонтерского движения. Волонтеры Победы. К празднованию 75-летие Победы, да. И мы, то есть направление в Нижегородском индустриальном колледже по линии творчества у нас очень большие. Мы в различных спортивных мероприятиях принимаем участие и имеем Победы. В эти выходные лыжни России будут ли студенты Нижегородского индустриального колледжа принимать участие? После нашего эфира точно будут. Да, 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 конечно. Но, что, знаете, меня удивило еще на вашем сайте, так бы я и не узнала об этом, то, что индустриальный колледж Нижегородский работает не только со студентами, но и с людьми предпенсионного возраста, предоставляя им возможность получить еще одну специальность. Так ли это? Да, Нижегородский индустриальный колледж взялся за такой пилотный проект, как про переподготовку и подготовку людей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. И мы уже переподготовили 20 человек по направлению навыки мудрых. Это по обработке листового металла. То есть люди предпенсионного и пенсионного возраста, приходя к нам, они получили дополнительную квалификацию. И с тем самым они могут пройти и продолжить свою работу. Уже и с новой специальностью, которую получили у вас? Вот, кстати, только об этом заговорили. Тут есть сразу вопрос от телезрителей, есть ли какие-то льготы для людей пенсионного возраста. А это, наверное, бесплатно? Это в рамках поддержки, да, конечно. Это совершенно бесплатно. Все люди предпенсионного и пенсионного возраста могут получить на нашей площадке, на площадке Нижегородского индустриального колледжа дополнительную квалификацию. Слушайте, ну это здорово. Если вам немножко за 50, заглядывайте на сайт Нижегородского индустриального колледжа, там есть вся информация, ну или реквизиты, телефоны, все, что необходимо, все контакты, также есть на сайте, можно позвонить, если вам удобнее. Вот как наш телезритель говорит, вот вышел на пенсию и все, да, мы всегда говорим, жизнь не заканчивается. Ничего подобного, не заканчивается. Нижегородский индустриальный колледж, пожалуйста, заходите, вот телефон даже сейчас скажем, 256-47-84, правильно, телефон, да, еще раз, 256-47-84, звоните и задавайте какие-то вопросы. Может быть, вы всю жизнь работали, я не знаю, какой-нибудь работой сидячей в кабинете, а хотите вот руками еще поработать где-нибудь, да, на пенсии. Пожалуйста, Нижегородский индустриальный колледж для вас возможность предлагает соответствующее. Про педагогов. Ведь очень важно, чтобы педагогический коллектив, который работает у вас, он не был оторван, наверное, слишком далеко от каких-то современных тенденций в производстве. Чтобы и педагогу было интересно. Ему самому было бы, да, интересно. Насколько у вас коллектив увлеченный? У нас очень уникальный коллектив за такие большие времена. Он существует... У нас 16 педагогов, у нас имеют отличия профессионального образования, 6 кандидатов наук, 6 почетных учителей Российской Федерации. Как вы всех удерживаете, потому что ведь если специалисты их расхватывают всегда. Да, самое еще важное, у нас более 90% мастеров производственного обучения пришли с реального сектора экономики. Люди, которые реально работали на производстве, они наших студентов готовят по существующим традициям, проходят по соответствующим переподготовкам своего направления, повышение квалификации, также проходят на базовых предприятиях наших партнеров, то есть они проходят стажировку. И уже на оборудовании, если есть, существует оборудование на предприятиях партнеров новое, они проходят на нем стажировку и приходят нашим студентам, передают эти навыки и умения. Знаете, что, Александр Евгеньевич, важно, и, как вот вы говорили, и бабушкам, и дедушкам, они тоже беспокоятся за судьбу внуков, и родителям, и самим абитуриентам, прийти посмотреть на саму площадку, а что, а как, а как работают станки, стены увидеть, преподаватели, да, в конце концов. Есть ли в Нижегородском индустриальном колледже дни открытых дверей, когда можно прийти со всеми познакомиться, узнать условия приема, себя показать и других посмотреть? Да, дни открытых дверей существуют, о них мы как бы сообщаем дополнительно, они проходят у нас и в рамках, ну и мы в ДКГАС проводим дни открытых дверей совместно с праздником дни открытых сердец, они у нас называются. То есть всевозможные такие мероприятия, в которых можно ознакомиться в Нижегородском индустриальном колледже, существуют. Наш телезритель интересуется, а сколько в среднем времени нужно, чтобы получить специальность в Нижегородском индустриальном колледже? Три года, десять месяцев. Три года, десять месяцев. Практически четыре года, это практически как высшее образование. Конечно, вы получаете специальность по профессии, немножко срок обучения понижается на один год, это два года, десять месяцев. Я обращаю внимание, если за четыре года бакалавр, который выходит из высшего учебного заведения при трудоустройстве, получает статус недоучки, то человек, который четыре года обучился, например, в Нижегородском индустриальном колледже, это вполне себе профессионал, которого, в общем-то, не надо допиливать, доучивать и доделывать. Когда нужно подавать документы? Когда абитуриент уже должен прийти, познакомиться с вами и сказать, я хочу учиться у вас? Ну, предварительный прием заявлений уже ведется в Нижегородском индустриальном колледже по всем направлениям. Да, то есть предварительные заявления мы собираем, наши учителя, преподаватели ходят с профориентационной работой по школам, в любом случае все школьники имеют возможность ознакомиться с тем набором профессий и специальностей, которые мы набираем, и мы уже, то есть прием заявлений ведется, в приемную комиссию можно позвонить, телефон ранее уже озвучили, и все достаточно подробно объяснят. Наверное, только остается нам спросить, где вас найти физически, если кто-то захочет к вам прийти, да, не только звонить. Находимся мы в Автозаводском районе, это улица Фучика 12, Юлиуса, Фучика 12А. Юлиуса, Фучика 12А, Нижегородский индустриальный колледж, можно, в общем-то, прийти в рабочее время и задать все интересующие вопросы. Конечно, конечно. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем итоги голосования. Я думаю, что и вам, Александр Евгеньевич, будет интересно, как проголосовали наши зрители. Какое образование полезнее для будущего? Спросили мы в начале эфира, было время для голосования, и результаты таковы. Результаты таковы, и здесь есть интересная динамика. Значит, вот 46% — это самый популярный вариант ответа — считает, что важнее самообразование. Считая, что сейчас, имея доступ в интернет, можно научиться всему, наверное, таким образом. 41% придерживается такой во многом традиционной точки зрения, считая, что высшее образование для будущего полезно. И 12-13 практически процентов выбирает среднее образование, которое, по их мнению, полезно для будущего. Вы бы как проголосовали в нашем вопросе? Конечно, среднее образование, оно сейчас, я как говорил, оно имеет огромное внимание со стороны государства, и оно укрепляется, материально-технические базы обновляются. И сказать, что самоучка, придя на образование, ну, на предприятие нашей партнерной города… Да, это страшно, это беда вообще. Да, это не знаю, к чему может привести. Но предприятие их города так же все меняется, оборудование закупается новое, технологии идут вперед, не стоит ничего на месте, и думаю, что среднепрофессиональное образование всегда будет иметь успех. Как говорил кто-то из моих родственников, сейчас уже не помню, кто я был тогда, просто очень маленький, вот главное в жизни получить такое образование, ремесленное, чтобы в любом случае при любом каком-то политическом, экономическом, экологическом катаклизме уметь что-то делать руками, потому что это в любой момент, в любое время может спасти. Ну, а все остальное – это высшая материя. Вот так говорил человек, советский закон. Вопрос Нижегородского индустриального колледжа для меня по итогам этого эфира, то что у студентов есть возможность на практике пройти все этапы будущей работы. То есть они не оторваны, в теории где-то не изучают, как построен сам станок, а видят, как на нем работать, и они приходят уже на рабочее место готовыми профессионалами, которые только дальше могут улучшать свои компетенции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова